На этой неделе свои двери перед посетителями распахнул Даугубевский центр инноваций, который временно расположился в старом корпусе Даугубевского университета по улице Вена и Бас-13. В гости ждут как малышей, так и более взрослых любителей увлекательной науки. Центр инноваций переехал в помещение университета несколько месяцев назад, когда в его настоящем доме по улице Вена и Бас-30 началась реализация проекта повышения энергоэффективности. Чтобы не останавливать работу и позволить ребятам познавать многогранный мир науки в игровой форме и во время ремонтных работ, в помещениях бывшего читального зала ДУ временно была оборудована мини-версия центра инноваций, где разместились самые интересные экспонаты. Начиная с понедельника мы открыли свои двери для всех желающих. К нам попасть можно по записи. Посещение длится полтора часа. В помещении можно пребывать пяти человеком. Это может быть не обязательно, наверное, с одной семьи. Может бабушка взять соседского мальчика, привезти сюда, чтобы деткам было немножко интереснее вдвоем. В сцену входит обучающее занятие. Занятия всегда разные, в зависимости от возраста деток и, возможно, от интересов. Обязательно предварительная запись по телефону 29411895. В помещениях необходимо использовать маску. Но если посетитель может предъявить действенный ковид-паспорт, использование маски не обязательно. Для больших групп, например, летних лагерей, разработаны специальные программы, которые проводятся на улице. Мне тут очень понравилось. Мы рисовали, клеили все и сделали ракету такую. Я не думала, что я сделаю, но сделала и классно получилось. Ракеты круто летали, пушка была. Надо было запускать их, попадать в цель, надо было стараться, чтобы прицеливаться. Это очень, короче, круто. Провести веселые эксперименты можно и дома. На странице Центра инноваций и Фейсбук опубликовано несколько идей для интересного и познавательного времяпрепровождения. Тем временем в помещениях Центра новейной БАС-30 продолжается реализация проекта повышения энергоэффективности и создания новой экспозиции, в результате чего в Даугубусе вскоре появится Центр познавательной науки, который будет одним из самых современных в Латвии. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубусской городской думы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова